ура добрый день уважаемые мы победили эту систему наконец-то итак спасибо большое что пришли к нам сегодня спасибо большое за ожидание мы чуть позже начали на несколько минут это было связано с небольшими техническими неполадками у меня на компьютере и так сегодня мы продолжим нашу же традицию хоть она и берет начало относительно недавно с прошлого года но мы по вашим опросам решили ее продолжим мы продолжим проведение вебинаров интерактивных вебинаров которые не будут занимать много времени не будут вас грузить лишней информации все что вы хотите я вам сегодня расскажу на дополнительные вопросы постараюсь ответить но я представлюсь с кем я лично не знаком или кто меня лично не знает меня зовут тарас бабенко я технический специалист инженер работаю компании севи представительстве сегодня мне будет ассистировать мой коллега даже два александр федотов и светлана господаренко я вас сразу попрошу по возможности не писать в чат так называемый автопик то есть то что не относится к теме разговора ну попрошу это чтобы чат просто не загружался и на не забивался хорошо если у вас будут по ходу моего рассказа появляться вопросы прошу задавайте вебинар у нас записывается его можно будет посмотреть позже в качестве материалов вебинар у нас доступны инструкции буклеты прайс-листы если будут вопросы связаны с этими вещами то мы это все оперативно вам предоставим и так перейду собственно к теме теме вебинара конце 2014 года наша компания решила расширить ассортимент модельный ассортимент продукции не решила его расширить оборудованием которое будет доступным эконом сегменте прежде всего мы ввели бойлеры эконом сегмента серия комфорт которая сегодня тоже буду рассказывать и было небольшое пятно белое в нашей линейке который мы решили заполнить еще и недорогим котлом то есть тот кто знаком с ассортиментом компании cv тот кто знает ее знает что компания cv игрок в премиум сегменте качественное оборудование но и по денежкам выше среднего вот мы решили это белое пятно эконом сегмент и сегмент который более доступен для широкого потребителя заполнить собственно сегодня я вам представлю на ваш суд опитные котлы которые производятся здесь у нас в россии это совместное производство наши бельгийских коллег и российского производителя опитные техники все это нам позволило предложить это оборудование по очень хорошим условиям с точки зрения техники вы надеюсь сможете его оценить по презентации ну и возможно кто-то с ним уже работал потому что продажи у нас идут с конца 2014 года это оборудование ведем мы полностью его поддерживаем технически сопровождаем ну и безусловно мы нацелены на то чтобы проводить его модификацию на нижнюю итак запускаю слайд ну говоря о производстве стоит упомянуть о вот извините кто-то сорвалось здесь пожалуйста говоря производстве стоит упомянуть собственно площадке где производится эти котлы это завод производственное предприятие не буду рассказывать чем она конкретно занимается потому что это небольшая военная тайна но на этом предприятии выпускается отопительная техника и совместно с нами по нашей документации совместно с нашими разработками инженеры этого предприятия выпускают отопительные котлы находится предприятие в городе рязань завод осуществляет сборку котловых агрегатов навеску панелей установку панели управления установку газовой арматуры горелок автоматики тестирование котлов упаковку ну и собственно отправку оборудование финально отгружается с нашего склада который находится в московской области ну и собственно мы ведем полностью контроль качество производства потому что для нас это очень важный момент оборудование оборудовано можно сказать по последнему слову техники есть современные резаки есть гибочные аппараты есть красочные камеры то есть завод полностью выпускает продукт забегая вперед возможных вопросов сразу скажу что теплообменник который положен в основу этого котла от чугун естественно заводе его не производит он производится на другом заводе находится в в тибоксарах этот завод и на заводном предприятии собственно поступает уже полностью готовый собранный опрессованный теплообменник там производится дополнительное тестирование опрессовка и уже финальная сборка опорудования в конце естественно происходит проверка продукция полностью сертифицирована то есть у нас на данный момент имеются сертификаты единого таможенного союза это позволяет поставлять это оборудование не только на территорию россии но и страны собственно таможенного союза белоруссию и казахстан ну я надеюсь что в скором времени к этому таможенному союзу присоединятся дополнительные страны я думаю что вы слышали все в новостях о переговорах которые ведутся в этом направлении ну в этом случае мы сможем поставлять ну или вы сможете поставлять это оборудование куда-то дальше на данный момент все котлы имеют полный пакет сопроводительной документации инструкции по установке монтажу обслуживанию есть списки запасных частей то есть все это документации мы подготовили разработали мы собственно предлагаем эту документацию вместе с котлом то есть получая этот продукт клиент получает и собственно пакет документации то есть проблем где найти что это не будет и теперь более подробнее о котле называется эта серия альфа комфорт ну кто работает с севи достаточно давно я думаю здесь такие есть условно что севи компания в россии уже присутствует порядка 20 лет кстати говоря в этом году мы на выставке на акватер когда участвовали показывали этот котел новый и говорили о том что севи уже 20 лет то есть мы как-то взяли посчитали сколько уже лет и севи и получилось что 20 лет было очень приятно что люди подходили на стенд узнавали монтажники кто-то ругал кто-то хвалил но в целом было очень хорошо и приятно итак тот кто знает нас из прошлого знает что давно-давно у компании севи были котлы которые назывались альфа собственно появление котла альфа комфорт связано с тем что мы решили возродить эту линейку потому что она была наиболее доступна и без линейки компания си не создали вот этот вот относительно недорогой доступный котел доступный по цене ну естественно по наличию теплообменник этого котла чугунный секционный теплообменник вы можете посмотреть как он внешне выглядит специально его решил показать чтобы это не было каким-то секретом вот все равно знаете как показала практика на выставке все кто приходил на стенд и все кто интересовался этим котлом все норовили заглянуть под крышку посмотреть какой же там по обмене чем делаем таким вот образом он выглядит секции соединение через ниппеля на резьбу подключение теплоносителя оппозитная то есть с одной стороны теплообменника дачи теплоносителя с другой возврат из системы отопления ну подношение выглядит не очень это фотография с производства дело в том что если его покрасить очень хороший придать ему очень хороший внешний вид при первом пуске будет обгорать краска будет не очень хорошо поэтому собственно теплообменник подается не окрашенному может выглядеть не очень но согласитесь что клиент большей части смотрит на внешний вид котла его дизайн не заглядывая под теплообменник туда дальше котлы мы комплектуем газовыми горелками компании полидора газовую арматуру мы предлагаем двух вариантов это зависит от исполнения оборудования забегая вперед скажу что у нас есть две версии котла электрозависимая и электро независимая ну соответственно два разных газовых клапана это газовые клапаны компании сид традиционные клапаны которые вы можете найти практически в любом похожем продукте ну и для электро версии безусловно предлагается система управления этой же компании блок управления 537 abc тоже ну достаточно известный блок который применяется у конкуридующих организаций и так по модельному ряду начну с того что серия альфа комфорт имеет два названия обычная серия альфа комфорт если мы говорим о этих котлах это электро независимая версия то есть для работы этого котла не нужно этот котел подключать к электросети для рожек и горелки для контроля пламени используется автоматика который вырабатывает эдс необходимый для устройств безопасности говоря этих котлах есть собственное отношение к тематике развития электронезависимых котлов может быть с вашим не совпадать безусловно но я считаю что эта тематика со временем безусловно будет сокращаться уходить системы отопления оборудования которые для них предлагаются становятся все более современными и логика применения электро независимого котла системах стремительной циркуляции например полностью теряется а если вы выбираете электро независимый котел надо думать что вы будете выбирать гравитационную систему как я ощущаю ну к их становится меньше и меньше в нашем регионе на всяком случае я по всем регионам электро независимой версии доступны моделях 25 до 60 киловатт но сначала идет небольшой шаг потом шаг увеличивается фактически увеличение мощности это увеличение количества секций и увеличение ширины котла вообще это заметно просто по фотографиям плюс документация которая на эти котлы есть на безусловно не скрывает габаритных размеров по которым можно оценить делая конструкцию этого котла мы постарались сделать его максимально компактным насколько это возможно насколько это позволяет теплообмене по этой причине например подключение теплоносителя у нас выведены по разные стороны котла до были замечания специалистов монтажников на выставке ходили говорили о том что это некрасиво конечно вопрос спорный да на вкус и цвет но мы постараемся учитывать все ваши замечания в отношении техники и безусловно реализовывать их в следующих поколениях котлов далее серия электрозависимая называется альфа комфорт е то есть или и простят меня носители английского языка данном случае применяется подключение к электросети потому что автоматика который управляет горелкой нуждается в электроснабжение в данной серии доступен еще один котел это модель на 70 киловатт и второй отличительной особенностью этого котла является то что схеме реализовано управление поля режиме приоритета то есть это не просто отопительный котел а отопительный котел которым можно подключить на же болер например наш можно любой другой в принципе и и он будет работать по схеме переключения с отопления на основные преимущества которые мы хотели бы в этом котле видеть и хотели бы чтобы вы их увидели прежде всего я хотел бы сказать что это оборудование российского производства сейчас качество производства в россии выходит на другие города на новые меняется новая техника то есть европейские станки оборудования машины для обработки технологии мы со своей стороны контролируем качество производства с другой стороны российское производство позволяет нам снизить количество комплектующих которые мы импортируем сюда в россию и соответственно позволяет нам контролировать процесс производства с точки зрения производственных планов держать хорошую цену на это оборудование то есть у нас нет дополнительных расходов связанных с логистикой например или с таможенным товаром далее теплообменник из чугуна так уж получилось что серия альфа комфорт это первая серия в наших котлах в нашей линейке которая имеет чугунный теплообменник на рынке я думаю что те кто находятся в интернете те кто посещают различные форумы сайты тематически безусловно сталкивались с тем что есть два лагеря лагеря тех кто за чугунный теплообменник и лагеря тех кто за остальные теплообменники ну я могу сказать так что и у тех и у других есть преимущество и у стали и у чугуна безусловно об этом можно долго спорить и разговаривать но с точки зрения чугунного теплообменника и с точки зрения общей компоновки котла безусловно мы можем выиграть в соотношении цена-качество а стальной котел стальной теплообменник немножко другая конструкция и с данным типом горелок например они очень-очень плохо работают если комплектовать дутевыми горелками как в нашей серии котлов N то безусловно это по стоимости украшает продукт далее по подключениям поскольку в наших котлах подключения по теплоносителю выведены по разные стороны экспозитное подключение диаметр тубопровода 2 дюйма мы намерены взяли чтобы эти котлы можно было устанавливать в старые системы отопления то есть те которые работают по естественной циркуляции теплоносителя то есть коллекционные системы на данный момент я думаю что мы мы работаем сейчас над этим вопросом электрическую версию то есть для которой подключение к коллекционным системам на мой взгляд теряет смысл мы модифицируем и сделаем диаметр несколько меньше чтобы не было необходимости переходить переходником каким-то на меньший диаметр потому что для систем длительной циркуляции 2 дюйма это достаточно много гарантию на данный теплообменник мы даем 5 лет то есть мы уверены в качестве его изготовления уверены в качестве изготовления опорудования в целом по этой причине мы можем предложить конечному клиенту гарантию 5 лет от протечки теплообменника естественно в отношении режимов работы в отношении правил монтажа и с поведением условий эксплуатации ну безусловно есть они связаны с эксплуатацией всех чугунных теплообменников я думаю о них знаете ну кто не знает спросите мы напишем в остальном я не думаю что могут быть какие-то проблемы с этим теплообменником конструкция теплообменника как вы видели имеет не чистую структуру а игольчатую что-то похожее предлагает Будерос плюс еще пара компаний не будут рекламу безусловно потому что нам интересен наш продукт но такой тип теплообменника позволяет увеличить поверхность теплообмена по сравнению с теплообменником из чугуна у которого и честь ну естественно увеличить тепловой слон далее простите пожалуйста на некоторые вопросы я не отвечаю потому что мы все заточены на презентации здесь вам поможет Александр либо я помогу но чуть позже просто мы отдельно пробежимся по вопросам я думаю что можно будет устроить после завершения презентации такой некий ликбез в виде чата я безусловно на наши вопросы на которые Александр не ответит я отвечу для котлов серии Альфа комфорт мы безусловно предлагаем и наш болер более того мы видим тематику развития этого оборудования такую что предложение котел плюс болер может быть ну достаточно выгодным и доступным по цене для конечных потребителей забегая вперед по вопросам могу сказать что прайс лист с этнедронными роличными ценами он доступен на сайте ICV.com в разделе документация либо он доступен здесь в материалах сделан открытым безусловно после проведения презентации ну и вот типовая схема использование топительного котла Альфа комфорт плюс болер комфорт который мы впрочем в пару к этому котлу почему болер комфорт ну потому что изначально предлагая бюджетный котел мы к нему предлагаем бюджетный болер не с точки зрения того что он некачественно сделан просто болер комфорт наши линейки занимают такой более доступный сегмент для конечного потребителя безусловно там есть некоторые ограничения некоторые рестрикции так сказать но в целом это тот же качественный бюджетский продукт я говорю о болере ну и на слайде вы видите типовую схему подключения для нетребовательных клиентов то есть кому нужен топительный контур с сегиаторами кому нужно получать горячую воду и предлагаем вот такую схему ну естественно на ней могут отсутствовать некоторые элементы не критикуйте нас пожалуйста строго вот хотя можете заметить что не хватает можем добавить ну и с точки зрения подключения все что вам нужно для того чтобы подключить болер это подключить на электрическую схему котла на колодку циркуляционный насос загрузочный для болера и панель управления для болера вот на картинке вы видите как происходит подключение в принципе ничего сложного говоря о монтаже то есть тут справится даже сам потребитель точный секрет сейчас появляется очень много компетентных так скажем пользователей конечных которые сами знакомятся с материалами которые сами присутствуют на форумах вот в этом случае безусловно запуск котла газового котла должен осуществлять классифицированный сервис должен заключаться сервисный договор подаваться в газовый трест в карантинном талоне делаются отметки его запуске но в принципе учитывая нашу реальность существующую что нет ограничений не в законодательстве не в принципе в условиях по гарантийному обслуживанию предоставление гарантий ограничение на то кто будет делать монтаж ну если человек хочет сэкономить тематика недорогой котел недорогой боли плюс возможность экономии на всем на чем можно сейчас это очень актуально очень модно даже так сказать учитывая экономическую ситуацию в стране то человек может самостоятельно подключить в этом ничего сложного для более требовательных клиентов кому нужно что-то несколько больше чем котел более один отопительный контур мы можем предложить схему для типовая схема то что есть в нашем арсенале безусловно она может быть модифицирована с точки зрения количества контуров с точки зрения системы управления но мы можем вам предложить вот такую типовую схему и комплектующие для нее здесь в этой схеме фактически добавился наш климатический контроллер control unit тут он обозначен троечкой и добавились два отопительных контура со смесителем в остальном весь функционал который раньше убрал на себя котел берет контроллер режим приоритета обеспечивается погонное регулирование и прочие вещи можно управлять климатом из помещений то есть я думаю это вам знакомо котловые контроллеры это в принципе не что-то уникальное есть компания более того говоря о автоматизации мы допускаем по нашим условиям подключение котлу автоматики сторон производителей не решаем гарантии никак не ограничиваем даем вам больше выбора больше поля для деятельности ну и подходя ко второй паре ко второму участнику этой пары бойлеру то хочу кратко вам показать бойлеры комфорт те кто с ними знакомы те кто их продают уже знают что это за оборудование те кто не знают кратко расскажу что эта серия бойлеров у нас позиционируется как эконом сегмент то есть мы предлагаем на данный момент одни из ну немногих компаний кто предлагает бойлер сделан из нержавеющей стали по достаточно доступной цене произвести соотношение там стоимости для конечного условно конечного потребителя вы можете там сравнить розничные цены здесь не буду кого-то хвалить или кого-то ругать наоборот вот но с точки зрения предложения цена комфорт качество бойлер комфорт включил не более сейчас распространение и популярность я могу так сказать что не называя цифр за год продаж мы увеличили продажи этих бойлеров на 200 процентов ну по сравнению с бойлерами премиум серии ну цифра относительная ну все же кому будет интересно могу отдельно написать что из себя представляет этот бойлер компания CVE компания которая достаточно давно и но она специализируется на технологиях по нагреву горячей воды собственно это наш основной основное направление это наш основной момент даже слугу под логотипом excellence фото в вольном переводе как превосходство горячей воде и мы заслужили ну я считаю что заслужили именно такое такое положение на рынке именно технологии которую компания в свое время придумала разработала это был 1965 год технологию которую назвали бакбаки это это новая конструкция болера костного нагрева есть преимущество постоянная эффективность большая площадь отопередачи очистка от накипи отсутствие необходимости обслуживания болера ну собственно по той причине что он сам очищает себя от накипи поскольку сделан из нержавеющей стали в нем отсутствует магниевая нота нужно менять ну и встроенные гигиенические функции в этом болере не пускают винти позволяют нам говорить о том что это достаточно хороший качественный продукт болеры комфорт производятся в Вильгии мы их импортируем всегда в России то есть завод по выпуску премиум сегмента завод по выпуску болера комфорт один и тот же в городе Сенет в чем же отличие например от премиум сегмента могу сказать что болера комфорт принудительно занижена производительность по горячей вале это связано с ограничением объема бака это не секрет потому что в любом случае если у вас будет заинтересованность это узнать вы можете посмотреть технические данные каталоги ну и собственно поймете в чем далее комплектация у болера комфорт чуть-чуть поскромнее комплектация чем в болерах премиум сегмента в частности отсутствуют кронштейны для монтажа на стене изначально болера комфорт предназначен для установки на полу но допускают установку на стене например если вам это нужно будет то вы просто заказываете конштейн и получаете болер установлен на стене ну и отсутствие штатных комплектов поставки панели управления ее комфорта тоже нет почему мы ее оттуда исключили потому что болер комфорт мы нацеливали на аудиторию эконом темент людей то есть тех кто использует напольные котлы либо используют настенные котлы недорогие в этом случае если вы используете настенный котел вы используете датчик температур ГВС поставляем вместе котлом засовывать его в гильзу болера она уже в комплекте идет все что нужно сделать это просто установить если вы используете напольные котлы других марок то есть болеры комфортные могут быть подключены не только к FCE но естественно и к другим котлам в напольных котлах сейчас есть или система также электронного управления со своим датчиком либо можно к болеру заказать панель управления как отдельный аксессуар в этом случае вы получаете дискретный сигнал от термореле с помощью него вы можете управлять либо напрямую загрузочным насосом в этом случае болер у вас практически не связан никак с котлом либо можете этот сигнал подавать на автоматику котла тем самым сообщая ей что нужно включить режим приоритета ГВС собственно в наших болерах альфа комфорт Е эта схема реализована сейчас еще вот она болер комфорт слева показан циркуляционный насос который подает теплоноситель и показана панель управления болером с термостатом который собственно заводится на колодку это не температурный датчик это термореле то есть если вы хотите к котлу альфа комфорт Е подключить болер комфорт вам необходимо панель управления она недорогая в розницу в районе двух тысяч рублей стоит для конечного потребителя если вы хотите к котлу альфа комфорт Е подключить сторонний болер кто знает может быть такое случится в этом случае вы можете заказать панель управления штатную от болера той марки которую вы хотите подключить либо можете заказать нашу панель управления для комфорта она в принципе универсальна и подойдет на любой болер презентацию по технологии бакбаки объяснение этой технологии вы можете посмотреть на нашем сайте 3wc.com очень подробно с анимацией с презентациями не хочется на этом заострить внимание потому что основная тема сегодня вам хотел сказать это по новым котлам вот на данный момент это оборудование мы держим на склане доступно версию от 25 до 70 киловат вот делая пару более комфорт мы постарались создать наиболее наиболее удобное сочетание котел плюс болер то оно выражено в таблице здесь мы исходили из комплектации мощность котла плюс объем болера ну и соответственно сколько душевых точек вы можете этим обеспечить количество душевых точек расход мы принимали исходя из безусловно снипов почему потому что ну если принимать внимание что бюджетная серия котлов и болера будет установлена в торговый коттедж где душевые собой представляют тропический дождь с каким-то большим большим расходом безусловно данные в этой таблице скорректируются например в сторону увеличения объема болера здесь эта таблица она типовая для наверное большинства то есть мы брали усредненное применение это кратные мощности болера исходя из такой знаете как сказать общепринятый но не совсем правильный правильного подхода 100 ватт на квадратный метр потери тепла вот если вам вдруг понадобится подобрать к какой-то системе что-то необычное то есть у вас есть котел какие-то потребители горячей воды очень большие то есть очень большой расход вы можете с нами связаться мы произведем вам подбор оборудование конечно он будет превентивный он будет основан на основе данных по оборудованию плюс данных которые мы принимаем в наших программах расчетов если вам нужно будет эти данные этот расчет прикладывать в какой-то проект то мы попросим безусловно вас обратиться специализированную организацию инженерную которая производит инженерный расчет есть сложные объекты конечно не секрет с большим количеством точек разговора с режимной эксплуатации ну поскольку мы не инженер водопроводчики а специализируемся в области строительства этого оборудования мы можем сделать вам примитивный расчет именно на основе данных что-то более специальное мы всегда просим возвращаться к специалистам поле узкого именно к инженеру ну коих я надеюсь здесь также присутствует также есть ну и в завершении презентации хочу поблагодарить что вы присоединились я надеюсь ту информацию которую я вам давил она только вводная дальше работая с нами работая с нашим аппаратом вы сможете сами ощутить вот преимущество от его использования преимущество от работы с компанией свирус ну и сейчас мы готовы поотвечать на ваши вопросы сейчас я сделаю массовую рассылку по документации которую мы сюда выложили вебинар ну и в принципе не прощаюсь сейчас только потушу веб-камеру чтобы отвечать вам больше уже письмами безусловно если у вас останется какое-то мнение о вебинаре есть какие-то предложения в дальнейших темах мы все рассмотрим учтем какие-то ошибки недостатки которые были сегодня допущены на будущее ну и постараемся сделать их более интересным то что это